С приходом весны многие устраивают дома генеральную уборку, которая не ограничивается смахиванием накопившейся за зиму пыли. Люди усиленно избавляются от отслуживших свое бытовых предметов и прочего хлама. Дело это важно помнить, как правильно утилизировать различные отходы, не загрязняя при этом окружающую среду и не создавая лишних расходов. В Далгопольском управлении коммунального хозяйства отмечают, что именно на март и апрель обычно приходится увеличение объема вывезенных бытовых отходов. Последние наблюдения при этом показывают, что долгополчане стали активнее сортировать мусор. Контейнеры для сортировочной упаковки, стекла и пэт-бутылок, установленные приблизительно в 100 местах города, заполняются быстрее. Их опустошают согласно графику, в том числе по праздничным и выходным дням. Жители частного сектора, в свою очередь, охотно используют возможность сдать отсортированные отходы, оставив их у дома, где мешки собирает специализированный транспорт. Сортировка помогает снизить расходы на обхозяйствование бытовых отходов. А несознательная утилизация мусора и загрязнение окружающей среды, напротив, может обойтись весьма недешево. За нарушение правил обхозяйствования отходов выносится предупреждение или выписывается штраф для физических лиц от 70 до 1000 евро, а для юридических лиц от 250 до 2800 евро. Чаще всего возникают вопросы по поводу утилизации крупных бытовых предметов, например, мебели, электротехники и различных видов опасных отходов. А сортированные материалы, годные для вторичной переработки, а также мебель, электротехнику, люминесцентные лампы, батарейки и аккумуляторы, даугупельчане могут совершенно бесплатно сдать на площадки в легенешках. Автолюбители могут воспользоваться возможностью и безопасным для среды образом избавиться от моторных масел, горюче-смазочных материалов и, что особенно актуально сейчас, от старых покрышек. Информация о том, где и как можно утилизировать различные виды отходов, доступна на домашней странице самоправления daugupels.lv в разделе «Зеленый Daugupels», а также на странице оператора, обслуживающего территорию Daugupels, aatso.lv. Сюжет подготовил владел общественных отношений и маркетинга Даугупельской городской думы.